Глава 1. В открытом море. Протянуло бы на борту «Синего Петра» гораздо дольше. К несчастью, путешествие по воде – штука непредсказуемая. Корабль сбился с курса и вместо нужного порта угодил неизвестно куда. Где уж тут пополнить запасы провианта? До самого горизонта не было ни единой портовой лавки, не говоря уже о нормальном магазине. Разумеется. Можно снова нагрянуть в камбус. Вариант неплохой, но рискованный. Матросы провели тщательную опись продуктов. Если что-то пропадет, хитрого пегаса обнаружат два счета. Три дня назад она поддалась соблазну и стащила с самой высокой полки горячий пирог, который предназначался команде на ужин. Никто ее не заметил. Зажмолив глаза от удовольствия, пони вгрызлась в хрустящую корочку. Когда живот наполнился и перестал ручать, Дерингду достала потрепанную карту неизведанных глубин из редкого путеводителя по подводным храмам Тота. Внезапно раздались чьи-то голоса. Корабельный повар, жирный черпак, бронил своего помощника Абжору за то, что тот один слопал весь ужин. Черпак пригрозил, что если малец не признается, то будет сидеть без еды всю следующую неделю. Абжора соврал исключительно от отчаяния. Покаялся, что съел аж два пирога, но тут же заявил, что во всем виноват сам повар, точнее его потрясающие кулинарные способности. Судя по всему, объяснение показалось Черпаку весьма правдоподобным, и он умолк. Хотя Дерингду было жалко бедного жеребенка, она не издала ни звука. Вмешаться и выдать себя, сейчас, об этом не могло быть и речи. В портовых тавернах ходили жуткие слухи о том, чем обычно заканчивается путешествие на корабле пони-старшего для тех, кто отважился проникнуть на него тайком. Правда это или нет неизвестно, но как бы там ни было, Деринг не очень-то хотелось проверять это на собственной шкуре. Капитан не был морским разбойником, но, судя по домыслам, обходился с зайцами хуже, чем легендарный пират Черная Грива. Неожиданно судно накренилось. Свальные в раковину грязные горшки глушительно загремели, и жирный черпак разразился чередой отборных ругательств. Дерингду ударилась о деревянную дверь, придавив правое крыло, и застонала от боли. Это крыло так и не восстановилось после аварийной посадки в джунглях близ полуострова Юскакан. Из всех бед, травмы бесили путешественницу больше всего. Деринг заскрежетала зубами, крыло болело как сумасшедшая. Кажется, она уже начинала уставать от морской жизни и бесконечных поисков хрустальной сферы Хмуна. Легенда гласила, что магический артефакт держится в их золотых копытах статуя, которая стоит в одном из подводных храмов Тота, расположенных на глубине 180 метров. Считалось, что сфера может излечить от любого недуга всякого, кто к ней прикоснется. К сожалению, отыскать легендарный древний город оказалось еще труднее, чем призрачные Галапоньские острова. Сфера, настоящее сокровище среди сокровищ, и уж к чему-к чему, к сокровищам Дерингду была неравнодушна. Она просто обязана была завладеть артефактом. Или, по крайней мере, помешать ему попасть не в те копыта или когти. Пока поиски успехов не увенчались, но Деринг не унывала. Она вернется домой, проведет кое-какие исследования, досконально разберется в мутных тайнах Тота и Хмуна, и снова отправится в открытое море. В следующий раз, правда, хорошо бы захватить побольше еды и сушеных, перченых груш, парочку яблочных пирогов и обязательно маленькую подушечку. В кладовку, где пряталась Дерингду, ворвалась струя ледяного воздуха. В некоторых местах старая обшивка отвалилась, и в перегородках образовались зияющие дыры. Отсюда было очень удобно шпионить за капитаном Пони и его головорезами, известными под гордым названием Королевский флот. Только вот холодом пробирало до костей. Дерингду помассировало больное крыло. В такой ветерополете нечего и думать. Впрочем, храбрая искательница приключений вовсе не собиралась обнаруживать свое присутствие раньше времени. Уж во всяком случае не ради разминки. Ее, конечно, тут же поймают и ссадят в ближайшем порту за сотни километров от дома. Только не это. Деринг предпочитала держаться вне поля зрения. До сих пор тактика работала. Она проделала весь путь в целости и сохранности, причем на одном судне. Дерингду подумала о своей теплой постельке в уютном лесном домике. Когда в последний раз она в ней спала? Деринг не помнила. Перед тем, как отправиться на поиски хрустальной сферы Хмуна, она охотилась за талисманом Тиночтитлана, а до этого выискивала в джунглях храма Ауизотля. Для Деринг мир никогда не стоял на месте. Но именно таким она его и любила. Праздная жизнь – это скучная жизнь. Пока на свете есть сокровища, которые можно найти и пони, которых нужно спасти, Дерингду не будет сидеть с ложа копыта. Мимо тайного убежища путешественницы прошел Боцман. Сильный желтый жеребец по кличке Стальной Якорь. Деринг узнала его по походке, только у Боцмана так тяжело бумкали копыта по деревянному настилу палубы. Вообще-то пони могла распознать на слух большинство матросов. Многие недели она только и делала, что слушала. Стальной Якорь остановился напротив крошечного иллюминатора в двери кладовки. Вы слыхали о старинне Мо? Он превратился. Неужели? Стыд и срам. Отозвался кадет Морской Шторм и понизил голос до шепота. Дерингду прижала ухо к стеклу, чтобы не пропустить ни единого слова. Она не очень разобралась, кто такой Мо и в кого он там превратился, но информация, в чем бы она ни заключалась, была ценная. Тут явно попахивала интригой. С другой стороны, иначе и быть не могло. Продолжал Морской Шторм. «Подумать только, через что ему довелось пройти? Эта история с боком и все такое. Мерзость! Зачем, что он не смог?» Его перебил радостный возглас. «Земля! Земля!» Вслед за этим раздались вопли других матросов. На борту поднялась невообразимая суматоха. Корабль готовился войти в порт. «Давно пора», проворчала про себя Дерингду. «Не прошло и полугода, как они наконец отыскали сушу». Она запихнула карту, кусок черствого хлеба и припасенную бутылку сидра в сидельную сумку и приготовилась к высадке. Если Деринг не ошиблась в расчетах, Синепитер пришвартовался в заливе подковы, маленькой сапфировой бухточки на восточном побережье Большой Хвестрии. Отсюда до дома около суток пути, то есть лету. От мысли расправить крылья, даже перья заныли. Когда долго торчишь в море, забываешь, как ходить. К счастью, у Дерингду были и другие варианты. Как же замечательно снова оказаться на твердой земле, даже если сперва копыта оказались свинцовыми. «Ой!» Неслышно простонала Дерингду, пытаясь расправить крылья. Массаж не очень-то помог, похоже, этот полет будет не из приятных. «Была не была!» Подумала она, выскочила из кампуса и взмыла в холодное лазурное небо. Матросы были слишком заняты и не заметили ее. Все, кроме одного. Когда безбилетный пегас превратился в крошечное пятнышко, Абжоро ошарашенно почесал гриву. Он только что видел, как из кухонной кладовки вылетела золотая пони с серо-черной гривой. И привидится же такое. Потом помощник вспомнил пропавший пирог и нахмурился. С высоты корабль был похож на игрушечный. Паруса уже убрали. Можно подумать, его вот-вот положат в ящик для игрушек рядом с куклами и кубиками. «Спасибо за бесплатный проезд, капитан пони!» крикнула Деринг, приподняв свой пробковый шлем. Конечно, старый морской волк не слышал ее, но это было неважно. Пони взмахнула крыльями, набрала в легкие побольше свежего соленого воздуха и устремилась вперед. Летя на перегонки с ветром, она чувствовала себя удивительно свободной, как дракон во время первой сезонной миграции. Золотая пони взяла курс на дом. Хотя ее мучил голод, силы были на исходе, а крыло отчаянно болело, Деринг улыбалась. Что ждет ее впереди? «Путешественница не терпелась узнать об этом поскорее. Когда тебя зовут приключения, на остальные дела времени катастрофически не хватает». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok